Крама только что пришли. Да я понял. Хорошо. Слава Богу, что хоть жив и здоров. У меня такая оплошность получилась сегодня. У меня надо было вынуть из стрима-то на экран. А я там его разметил, а потом стал все сметать, оно захватилось и ушло. Умирает обеда тоже не случайно, правильно? Ну, случайного ничего нет. Ну, бывает наша небрежность, и бывает, что можно выправить, а бывает и нельзя выправить. Хорошо. Может, у вас еще что-то есть? Ну, по идее, есть, но, во-первых, как я сразу сказал, да, я восхищен вами, что вот именно, что живого человека пришлось, как говорится, увидеть, именно что живого, горячего огнем. Потому что священники, все, все прочее, что слышат, доводилось, но как-то не чувствовалось, нету, ни того, нету этой, именно живой веры не чувствовали. И как вы как-то рассказывали, в одном поезде ехали, когда один товарищ слушал записи, говорит, вот этому человеку я верю, не видя его. Вот так и вас. Стоило мне вот Кураева узнать, ну, как отозвался, что вас. Ну, думаю, если Кураев говорит, вот, ну, понятное дело, я его тоже в свое время оценил. Ну, и ценю, конечно же, за его вот этот обширный ум, взгляды, особенно сейчас, что он, как говорится, в открытую борьбу, может быть, вступил с этим лобби и так далее. Да, посмотрим, что дальше будет. И вот мы, думаю, вас, да, посмотрел, и стоило одного ролика, чтобы понять, что вы личность неординарная. Ну, а чем дальше, как говорится, тем больше. Ну, вот, слава Богу, что вот именно такого пророка Господь, по-другому нельзя, не могу сказать, послал именно Бог в мир, именно вот живого пророка. Поэтому спасибо, что связались со мной, воочию, как говорится, из уст пуста поговорил с вами, вот увидел вас. И это своего рода, да, оно как живой головок воздуха, именно, что живой источник воды через вас, как говорится, идет. Слава Богу, да. Вопрос такой. Ну, вот, скажем, да, начался с Кураева, вот, допустим, вот он. И сразу еще про Осипа вот упомянул. Вот он был ученик Никона Воробьева. Экстерном сдал потом экзамены по святым отцам. Вот в свое время, как жизнь, пусть не будет, жизненный путь Осипова. То есть он был научен от Никона Воробьева. Брать тот же Кураева, вот, это же вопрос всего, вот, о войне. Ну, неужели же, вот, думаю, они такие, ну, большие, вот, и мы тоже вроде бы духом же должны же, ну, эти, особенно Кураев, выделяется из всех этих всех, ну, скажем, священников и так далее. Вот. Не могли осознать, что, ну, нельзя брать меч. В открытую никто не говорит, что, ну, нельзя воевать. Ну, вообще, брать в руки оружие. Все время ссылается вот на эту же фразу, что каждый может душу положить, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот, тот же вот Осипа, вот же Слика нам этим Воробьевым, ну, тоже же его хотят вроде как канонизировать и так далее. Он же, я тоже, думаю, научен был о нем, от него. И, неужели же даже тот же Осипов не понял, думаю, ну, что нет таких проповедей, как у вас, что, ну, нельзя брать оружие. Вот в этом плане, думаю, так. И вот еще один момент. Это про них. Ну, вот, толкование читал же, вот, Феофилакто-Богатского «Взявший меч». Там он в основном ссылается на то, что в основном Иисус говорил, так должно сбыться Писанием. И Иоанн Златоуст, вот, читаю, толкование. Там конкретно, что-то он делает упор на то, что... Ну, вот, и так, как он, Иоанн Златоуст делает вывод. Итак, двумя причинами хотел, ну, успокоить учеников. Во-первых, угрозой наказания тем, вот делает, и это толкует Иоанн Златоуст. Во-первых, угрозой наказания тем, которые начинают нападение. Ну, ибо все, и так далее, взявшие вещи. Во-вторых, тем, что он терпит это, ну, добровольно, и ссылается на Святое Писание, что так должно сбыться. Ну, и там даже же, кажется, будут с Писанием и так далее. Ну, и этим, как бы, устрашает их то, что так должно сбыться Писание. И так же, вот, типа, что, опять же, там, несколько раз повторяют, я вам Златоуст, что это, все это происходит. Ой, устрашает их. Ну, да, все это происходит по Писанию. То для чего, мол, вы сопротивляетесь? А врагов пытался, вот, как опять делает Златоуст, а врагов пытался вразумить. Все делает для исправления врагов, пророчествует, ну, вот, угрожает им ничего. Говорит, погибнут во множественном, как бы, числе. Ну, что с ними, в принципе, потом и случилось. И вот, поэтому, вот, думаю, как бы, вот так. Что даже Иван Златоустову прямого не дает запрета на это самое. Хотя сам понимаю прекрасно, что, вот, как Иисус конкретно сказал, любите врагов ваших, восславляйте нападающих вас. И так далее. Вот, хотелось бы, вот, услышать еще раз, вот, пояснение, вот, даже, вот, в контексте насчет Кураева. А почему, чтобы все, вот, ну, для меня, вот, он Кураев, Осипов, ну, из более-менее таких, вот, миссионеров, скажем так. Даже, ну, пусть берем Кураева, с его, вот, этим великим умом, почему же он никак не поймет, там, что, ну, нельзя брать оружие, воевать. Я сразу вам скажу, что у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, я не против. Вот, теперь относительно войны. Вы на нашем, были, как это называется, на сайте? Да, да, у меня, я сейчас, сейчас, сейчас. Там, где у меня насчитано 50 книг, и Библия, Златоуст насчитанный. Ну, я еще Златоуст о мире не слушал. Вообще. Там, там все у меня насчитано. Сайт называется Кристине один народ.ру. Да, да, у меня записано. На русский, если зарядите, в гугл, Игнатий Лапкин сайт, в открытым оком, или во свете Библии. Я заходил. И там, например, на главной странице, открытая книга к истинному православию. Да. И в конце оглавления, прям сразу увидите, и так вот, тут написано, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот там полный ответ. А тут я частично могу только отвечать. Почему отвечают, кто, я за них не отвечаю. Я знаю только то, что Господь говорит, там, ненавидьте и прочее, а я говорю вам, я показываю вам. То есть, а я, там написано, исполняй клятву, а я говорю вам, не клянитесь вовсе. То есть, это совершенно другая область. Те законы были даны, Златоуст говорит, для детей. Закон был где-то водителем ко Христу. Нянька. А для нас дан закон совершенный. И поэтому там, прочитайте, ну, какие каноны были. Вот на войне защита была, вернулись они, на три года отлучаются. Независимо от того, одного убил или сотню убил. Это закон был. И там у меня все написано. Какие святые отцы, что. Но главное для нас, конечно, это Библия. Я сейчас вам несколько моментов прочитаю. Вот смотрите. Откровение, то есть апокалипсис. 13 глава, 10 стих. Вы можете себе щеркнуть это. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ну, мечом, то есть винтовкой, ракетой, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение веры святых. То есть, держать вот все, как должно, может только тот, где есть терпение и вера. Когда человек берется за меч, значит, нет у него ни терпения, ни веры. Это один стих, 13-10. Я беседовал, он был чемпион мира по кикбоксингу Леонов Николаев. Вы знаете, мои беседы были. Я говорю, ты не доживешь до 50 лет, его убили. А теперь меня спрашивают, а как вы знали? Да я ничего не знал, я знаю только вот написано. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. А как? Душу положит. Так он-то идет, убивает, он душу вытряхивает из тела, он не спасает. За кого он положил душу-то? Некоторые трижды герои, снайпер там, куда тебя отправят-то? Ты же не знаешь, где я пойду, только не снайпером. Там тебя не спрашивают. Или расстреляют, или ты пойдешь, куда пошлют. Танки пойдешь ты, или мины ставят противотанковые. Поэтому речь идет о том, что мечом не убивать. А выход какой? Клятву нельзя принимать. Очень много об этом говорят все святые отцы. Клятва намертво запрещена. А тут я клянусь. Прямо там и родителями, и кем. Вот по порядку два. Это клятва и оружие. У нас все пишут заявление в военкомат, что не отказывается от службы, но альтернативное. И могли бы послать не на два года, а на три года. Там за заразными ходить. Там ты можешь идти. Я вот рассказывал, как у нас брата одного отправляют в Чечню. Ну и врач, он спрашивает, а что делать? Я говорю, иди. Хотя бы на минополе упал этот вертолет, когда там два генерала погибло. Посылают. Ты можешь подорваться. Ты иди, ты спасаешь. И даже ты в плен попадешь, тебя возьмут. Тебе отношение будет другое. Ты не убивал. Оружия не было. Ты призвал к миру. А что говорит кто-то о войне? Осипов, Кураев. Я никогда об этом разговаривать не буду. Потому что начинается спор. А спорит тот, кто ничего не знает. Нет, верующим не положено спорить. Ни мы не имеем обычаи, Павел говорит, ни церковь Божия. Я возвестил эту истину. Все, на этом конец. Начинают. А как война была Гитлера? Он не родился бы. Вы начните раньше рассуждать. За грехи народа Бог посылает казнь. Приходит Артаксеркс. Приходит Новоходоносор. Но они в плену каются. Через 72 года их возвращает Господь. Вот как надо рассматривать это. Надо все рассматривать это по высшей шкале. Вот я сейчас вам откровение открою. Пятая глава. Вы просто посмотрите. Откровение. Пятая глава. Я объясню сейчас, что такое в серии конкретно идет. Вот. Сейчас, минуточку. О, какая. Что-то она мне больше стала. Здесь. Так, минутку. Вот так. Пришел, взял книгу. Господь. Или это? Это шестая. Так. Это шестая глава. Девятый стих. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть они проповедовали о Христе. И возопили они громким голосом, говоря, это уже на небе. Да коли, владыка святой истинный, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано было им, сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, до полное число. То есть речь идет о том, что Бог не одобряет вот это наказание, посылает тем, которые так делают. Так, минутку, что-то у меня тут ушло. А вон оно куда улетело опять. Вот. И эти люди, которые были убиты, а мы видим, как в Сирии убивали там на берегу моря, там резали христиан где-то. Я так рассматриваю это, что души их вопиют об оболчении, отмстить. Что значит отомстить? Через наказание обратить их, чтобы они покаялись, а не то, что убей, дай им тюрьму. Это оттолкование Андрея Кисарика, подокийского архиепископа. Ну и что? А вот и чего? Тогда меч Божий приходит, меч Божий, в лице Путина Владимира Владимировича. Вот это вот делают, посылают туда, и сейчас гнобят их там, давят. А они сейчас во Франции везде взрывают. Они дополняют меру. Я нахожу прямое свидетельство того, что тех, которые там убиты, их кровь вопиет. Отомщение. И вот теперь отомщение, он как меч Божий, а он может не верующий. Это не имеет значения. На выходе Носфор пришел отомстить. Не мы это делаем, не верующие. Верующим это не положено делать. Это будет делать другой. Другие летчики. Не дружитесь с миром, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. И евангелист Иоанн говорит, а теперь дружба с миром есть вражда против Бога. Яков 4.4. Значит, нам не надо прислоняться туда. Мы можем только молиться. Господи, да будет воля Твоя святая. А убивают. Да будет воля Твоя святая. Тут вступает в силу Иеремия 48.10. Проклят. Кто меч, Господень удерживает от крови. Мы не можем просить ни о прекращении наказывать этих террористов исламского государства. Ничего не просим. Кроме одного, Господи, да будет воля Твоя святая. Обрати их. Их замыслы террора уничтожь. Они не понимают совершенно ничего. Сдурели, сбесились. Бешеные. И Господь насылает на них вот эту беду. Но не я это буду выполнять. Бищ Божия Татила, Аларих, Чингисхан, Мамай. Грешат, они придут. А вот Сергий Радонежский, он благословил. Откуда известно, что благословил? Это пишут. Нам ниоткуда не известно. Он только сказал, победа будет за тобой. Какая это победа? 400 тысяч вывел, и 360 тысяч погибло. 9 десятых. А уже через 6 лет пришел Тахтабыш, и у Сергия Радонежской келью сожгли. Все, они бежали там. Это не победа была. А победа так и так пришла бы. У него там раздоры начались, и все кончилось. Вот самое правильное было, когда Тамерлан пришел. Под Ельцом стоял. Россия была на краю пропасти и свесила голову. Открыты были двери храмов. Элтарей, как на пасхальный день. Сопротивляться абсолютно бесполезно было. Он победил только Индии. Там все, Багдад все залил кровью. Там пирамиды. Он по 5 тысяч, что ли, черепов делал и сцементировал. Ну, вот, Верещагин рисует где. И что нужно было делать? Молились. И ему ночью в видении явилась Божья Матерь, женщина необыкновенной красоты, и ханы, которые были вокруг его шатра, они слышали это, как он стонал и метался. И она сказала, если ты пойдешь, старший там, то ты не выйдешь отсюда. И он встал утром, рассказал, и повернул вниз, и не куда-то вниз. Здесь, давнишний Астраханский был хан. Хан разбил его и сам ушел в песок. Его никто не знает, где могила Тамерлана. Железный хромец. Вот как по молитвам Бог делает. Гитлер просто, он, там, это, на него укажет, покушение 42, что ли, было. Покушение бы совершилось, и ничего бы не было. А раз тут не кается, тут идет гонение, поэтому он пришел сюда. Надо смотреть в совокупности все. Кровь вопиет. Тут вопиела кровь, а некоторые думали, ага, я революцию делал, прошло. А тут вот тебе, 37-й год. Пошли в одноше, Тухачевский, Убаревич, Блюхер, все маршалы пошли. Дивизиями пошли капитаны. А вот теперь в плен 4,5 миллиона. А вот раскулачивание. То есть у Бога крепкая дубина приготовлена для таких ребят. И мы должны просто сказать, Господи, слава Тебе. 118-й Псалом, 164-й стих. Седьмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твои, не за то, что в огороде хорошо, а суды, это суды Божии. И за них надо только прославлять. Ничь, не вопреки Слову ни одного скажи. Не скажи. А вот сейчас они придут, да нас тут сожгут. Да мы временно. Ну еще ты трясешься, я говорю. Ну ты архиерей. Ну все равно же умрешь. Никто не убивал патриарха. Он умер. Никто, может быть, и не убивал. И Брежнева, и Ельцина. Умерли. Во всем мире все умирают. И нужно согласиться с этим. Не дрожать за жалкую жизнешку. Суды Божии праведные. И он наказывает. Но я не буду против заповедей Божией идти. Не убей, не клянись. Я обязан их выполнить. Божию, да. Это с войной понятно. Как бы еще про полицейских я спрашивал. Вот чисто как бы по будням. Кто-то же должен защищать. Вызов пришел. Приехала опергруппа, там спецназ. Ага. Ну там маньяк там или психбольной зашел. Ну его, допустим, хочешь не хочешь, допустим. Ну надо убить. Или выхода нету, допустим. Ну этих ребят. Ну как бы они на себя берут. Ну вот это вот миссию защитников. Как вот им быть. Я думаю, это многие из них. Есть верующие как бы люди. Ну кто-то же должен выполнять эту работу. В этом плане как? Они, это не верующие. Верующий туда не пойдет. Спецназ нужен. ФСБ нужно КГБ. Охранять границы, военные тайны. Я и говорю, нужно это. Но этим занимаются другие. Это не наша область. Ну почему, допустим, священнику не запрещается есть котлеты. Колбасу можно ему есть. Но ему не разрешается колоть барана, которого он держит. У нас батюшка держит барана, а колоть приходит староста. Ему можно только обдирать. А шкуру снимает, это можно. А убить при нем режут. Это нельзя. Все, по правде что ли? Ну значит в этом что-то зеркал усматривает? То есть те, кто даже пусть идет с благими намерениями. Да, вот я иду там защищать. Даже пусть вот эти жители там. Именно я говорю, полицейских таких. Вот именно идет в опергруппы, там спецназ. Да, вот я буду защищать там. Именно с такими благими намерениями. Это все равно как бы. Но это его выбор. Но это его путь можно сказать. У христианина этого выбора не может быть. Я христианин и все закончилось. Поэтому я и говорю, это как бы уже туда идут именно те люди. Сейчас, секунду буквально, минут нет. Алло, говори. С миром, Сашенька. С миром, Сашенька. С миром, Сашенька. Я сейчас почти... Ну, Саша, это во славу Божию моего тут еще нету. Ты сам знаешь, пенсия моя. У меня пенсия 6 тысяч 275 рублей и 3 копейки. Все, запрашивайте. Ну, все тогда, Саша. Оно. Отошел. Так, во славу Божию. Да. Ну, я понял вас. Да, все. С войной, с полицейскими, как бы, да. Все это в голове у меня уже вот рисует. Пока вот не забыл. Друг у меня есть. Вот вы еще раз говорите. Может, вопрос какой? Наверное, вот, связаны с болезнями. Вот, скажем так. Ну, мой ровесник, отрезали ногу. Жизнь прошлая такая была. Вот все связано именно, скажем, с ампутациями. Почему, скажем, вот, ну, я не знаю, с вашим богатым жизненным опытом, что можете сказать? Ну, типа, закупорка вен. Ну, на ногах вот это произошло, как говорится, да. И там гангейна, там, потом все-таки ампутировали ногу, все такое. Вот он, как бы, спрашивает у меня, ну, за что? Ну, говорю, ну, так, за что? Ну, по святым отцам тут банально, как бы, отличаешь. Ну, первое, чтобы оставить за глаза, это за грехи. А второе, Господь провидится. Вот, бывает, человек, он видит будущее этого человека. Ну, я ему так говорю. И, типа, во избежание худшего зла, вот, на данный момент, как бы, может быть, грубо говоря, стриму живого. Ну, и, чтобы не шибко бегал. Ну, вот, как вы, что скажете по этому делу? У кого люди делают именно с ногами проблемы? Так, он курил? Курил. Все, большой палец. Вратарь Яшин был. Ему сказали врачи не курить. Отрезали ногу. Он курит. Вторую отрезали. Дальше руки. Он был, как обрубок. И, наконец, умер. Если курит, большой палец на ноге будет болеть. Я только не знаю, направо или на лево, и на право, наверное. Это одинаково. Это болезнь такая, это закупорка. Да, да, так и было. Сколько он же, он 70 не дожил даже. Ну, почему мы скажем, ни у Серафима, ни у кого не болело. Не было ноги этой, не резали. Хотя бывает, у Аверкия было, дьявол ударил камнем по ноге его. Это жития святых. Говорит так. А за что и как, это один Бог знает. Мы должны с благодарностью принять. Значит, Господь знает, и туда идешь, Он преграждает тебе путь. Ну, и так, и так можно понять. Или забросить, или забуду сейчас. Ты прими это. А тем более, если курил, ему искать не надо. Это любой врач скажет. Понятно. Вопрос вот этот следующий. Вот, осветитель Алья Хаевова. Ну, это уже как бы личная шпана. Я вас спрашивал. Ну, еще вот двух словах. Вот, сестра. Так я и не пытался ее. Она у нас же лет 15. Но я знаю, их не уставы так примерно ждать. Бесполезно. Приходит, вот, благожелательно все. Вот, соседи там. Все прям, ну, прям, ну, и дети у нее, племянницы мои, тоже. Она же в свое время с детского возраста их, ну, скажем, в эту секту водила-водила. И сейчас они тоже полностью там. Вот, сколько я и не пытался. Вот, приезжала же в гости ко мне. Ну, первый день общие темы, ничего. Но на второй день, думаю, решил поговорить. И вот даже приходит, улыбается. Все же такая, туда-сюда. И вот начал же ее и пытался объяснить, нет. Один, да, вот, второй, третий. И когда, как говорится, припираешь к стенке, и вижу уже ответов нет. Чужие люди были, посторонние свидетели приходят, они к нему развернулись и ушли. А здесь вроде бы и уходить некуда. Она говорит, вот, ты хоть шла к тебе с таким вот настроением хорошим. В таком духе. А вот теперь прям, ну, чувствую, чуть ли не сейчас не готова взять и уйти. Вот, думаю, как же им все-таки достучаться? Такое ощущение, непробиваемая стена, бесполезно. Вот, как еще можно дальше с ней поступать? Никак. Титу 3.10. Еретика после первого, второго разумления отвращайся. Тит, 3 глава, 10 стих. Да, да, я тебя расписал. Если вы два раза говорили, третий раз уже вам не разрешено говорить. После первого, второго, отвращайся. Это скверно. Ибо он грешит, будучи самоосужден. Он сам себе приговор подписал. Душу продал сатане. Не надо говорить там зомбировано, там, ничего не надо говорить. Уже спорить нам не положено. Она не прописана на небе. У нее нет избрания. Избрания нету. И до времени Саввл гнал церковь. Ну, вот встреча со Христом все изменила. Получился апостол. У нее не было этого. Ну, а может она прийти? Если она не похурила Духа Святого, то может прийти. А что, какие стихи? Ну, простое. Скажите, у вас Христос как? Распитый? Она говорит, на столбе. Ну, давай посмотрим. Как это было? У римлян было то, другое. Видите, в самом простом. Дальше. Вы верите? Нет, что на небе три? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святого. Они говорят, нет. Ну, первое. Открывай Иоанна. Написано, на небе три свидетельства. Дальше. Христос Бог или нет? Они говорят, нет. А мы с первого. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Кто Бог? Дальше. Сущий над всем Бог. Явился, показал себя ангелом. А за что его гнали? Христа, иудеи. За что? Что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу? Значит, они правильно поняли, что он выдавал себя за Бога-то? Так вот, это-то и удивляет конкретно. Вот именно, что последнее говорили. Бесполезно. Как бы непробиваемое. Вот удивляет. Все, отойди. Успокойся. Все. Не греши. Пасотвори молитву. Иди с Богом. Не надо. Не сыпь жемчуг. Бесполезно. После первого, второго вразумления. Ты дал вразумление. Как тебе открыто было. На этом все. А вот вы как-то говорили, даже к вам во двор свидетелей Его, вы заходите. Вы хоть уже давно и раньше с ними общались, знали. А все равно, допустим, кто к вам пришел, вы тоже как-то, наверное, пытались их переубедить? Именно те, кто зашел, как-то к вам. Вы как-то обомнились. Ну, допустим, первый раз я беседую с ними. А, ну, кто пришел, допустим? Я спрашиваю, как они, что. Это первая пробная беседа. Но в конце уже я начинаю показывать им. А почему у вас Библия такая? А это не Библия совсем. Нужно доказать, на что они опираются. Она искаженная книга. Это не Библия совсем. Самый лучший перевод – это синодальный, который у нас. Который патриархия издает, московская. Это один из лучших переводов за 2000 лет. Четыре духовные академии переводили. Двое из них уже канонизированы. Митрополит Филарет и Макарий, архимандрит Алтайский. Вот как. А это они что написали, неизвестно. Почему вы изменили все? А потому что вся Библия против них свидетельствует. Показал, а она не принимает. А все, кончено. Одного раза достаточно. Не тратим. У меня, допустим, так. Я нахожусь дома. В это время звонок. Стационар у меня телефон. Вот он где. Я его беру. Так. Здравствуйте. А вы хотели бы Библию изучать? Я говорю, с удовольствием. Ну вот, я говорю, да я веду занятия в университете по изучению Библии. Семнадцатый год. Я в пяти университетах вел занятия. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Даже нет места, где бы я не пропадал. Я начинаю говорить, она теперь не знает, как от меня отвязаться. Она уже не то, чтобы меня там, а она уже там вся трясется. Я начинаю ей говорить. Говорить то, что им доступно было. Она теперь другим будет говорить. Поэтому телефону не звоните. Ой, там. У меня в Краснодарском крае этот, Марьясов Александр. Так он с ними беседовал. И что-то помянул меня. Так они там, говорят, страхи в таком. В область-то какая, где? А я там и не был. Но это молва как-то идет. От чего? Бог. Не то, что я там что-то. Вот, допустим, говорят, цыгане подходят и говорят. Давай погадаю. Давай погадаю. Ну и, ну, по-разному с ними-то. Я прихожу в Пензе. Магазин там, ЦУМ. Подходит цыганка. Давай ручку погадаю, то-другое. Я говорю, слушай, я тебе сейчас гадать не буду. Расскажу, что тебя ждет. И дальше начинаю им рассказывать. На них такой ужас напал. Я когда захожу в этот, в универмаг, ЦУМ-то. Они меня увидят. Они бегом бегут за большие колонны. Прячутся оттуда, выглядывают. Чтобы еще что-нибудь сказали. Вот как. Одна беседа. И на весь табор наведен ужас. Ты только знаешь, что сказать. Поэтому занимайся священным писанием. Умоляй Господа Бога. Он откроет тебе эту истину. Я вас понял. Покажет, как нужно поступать. Вот так. Просто вот удивляет немножко, понимаете, с виду такие доброжелательные, ласковые, любезные. А внутри, значит, вот этот черт, как говорится, сидит. Десовщина, да? Да, это сектанские резиновые. Это улыбки, не верьте им. Стоит чуть заживое, а за дети, и все. Да? Вот это ж как они сразу вот это. И убегают, и двери закрываются. Все разворачивается, уходит. Пытался сбывал. Я не раз с ними беседую. Бесполезно, да? Разворачивается, уходит. Хорошо. Этот вопрос уже решили. Последний, вот самый же главный, да. Вот о рождении свыше. Знаю, допустим, первое. Ну, крестился у меня в детстве, да, правильно, как говорится, крестили. Ну, жизненный путь, неважно какой был, там, извилистый. Но на данный момент самое главное, я сейчас уверовал. Единственное, да, вот как вы говорите, уверую во Христа, что да. Я помер, ну, как говорится, умер во грехах. Только Христос спасает. И это понимаю. Ну, стараюсь, да, жить по слову, по слову, по заповедям Христу. Но вот все равно, вот уже, ну, я не знаю, может быть, слишком малый срок, но несколько времени, там, ну, пусть полгода, там, вот. Каждый, как бы, я желаю почувствовать вот это вот ощущение. Ну, не то, что его, ну, что, вы же сами говорите, да, вот. Рождение, когда в дух благодати не зайдет, ну, ты в любом случае должен ее почувствовать. Вроде бы, ну, по жизни, как говорится, ну, более-менее правильно я, как могу, просто себе говорите. Естественно, не без грешков, допустим, там, но все равно, вот, нету вот этого вот снисхождения, скажем, чтоб я почувствовал, ну, как бы силы, или, что я, скажем, отстал от каких-то грехов, которые, ну, так или иначе, в голове не бывают же, приходят там. Ну, не без грешен же, как говорится. Вот, вот, что, может быть, еще нужно какие шаги предпринять, ну, ну, да, чтобы вот не зашла вот этого, чтобы Господь, только молитесь, простите, чтобы Он даровал вот этого вот благодать рождения свыше, да? Для этого нужно сдаться в плен. Полная капитуляция перед Богом, признать себя погибшим грешником. Никакие исповеди, никакое причастие тебе не поможет. Ты должен сказать, Бог никогда никому ничего не прощает за так. Возьмите за грех смерть. Вот это первый шаг. А не так, что я вот грешный, многогрешный, а вот я пойду, батюшка грехи с меня снимет, я причащусь, и, то есть, многое, что можно наговорить. Первое. Ты должен признать, что ты погиб. Я слепой, помоги. Слепой, совершенно слепой. А вот лежал мертвый. Ну, и в городе Наине выносили там сына, дай вы Наинской. Ну, вот встреча со Христом. И встретились два князя. Князь смерть, он властвует над смертью дьявола, и Христос. И он ему прикасается и говорит, тебе, говорю, встань. Встреча с жизнью смерти. Победа на стороне чьей? И он восстал. Вот так и что. Если он понял, что ты смертный, встреча со Христом должна быть. Уверовать через Слово Божие. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не имеет жизни. Он мертвец. Господи, я принимаю тебя в свою жизнь. И он теперь будет Духом Святым царствовать в тебе. Довериться. Второй момент, когда признал. Признать, что за грех умер Христос. Он умер за нас. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он умер. Евангелие от Яна 1,29. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Вот это второй шаг. Их три шага. Третий. Ты должен умереть физически в воде. Троекратное полное погружение. Апостольское правило 50. И выныривая из воды, как говорит Кирилл Иерусалимский, ты рождаешься для новой жизни. Вот это третий заключительный факт. У сектантов, у них первые два работают. Они приводят человека к Евангелию. Они любят Господа Христа. А священства нет. Почему Феофан Затворник говорит? Благодать трех видов. Благодать призывающая. То есть проповедь. Призывать его надо. Вторая. Дух Святой действует. Человек принял. Обращается. И третья освящающая. У них этого нету. Третья освящающая, это Сын Божий. Дает священство нам. А у православных третья часть есть, первых двух нету. Вот и нужно соединить это все. Чтобы они приняли священство. Приняли священство, а у нас чтобы была проповедь. Это получается как бы должен не только себя настроить, но это должен уже, кажется, крик из глубины души идти, что ну вот все, да, просто верил. Ну вот умираем, умираем. Прими меня. Всем умом, всем сердцем, всей душой. Четыре раза слово всем. Богу 99% не подходит, только 100%. И поэтому вот я не могу, меня куда-то тянет. Это уже у тебя не будет даже во сне. Ты другой человек. Ты восстал, и ты на себя вчерашнего будешь смотреть с ужасом. Уже не надо будет говорить вам, борода должна быть. Вы сами поймете, что я делаю не то. Этого нельзя делать. Я маленько выпивал, да перед обедом, с устатку для аппетита. У тебя даже в ум не придет. Понимаете? Вот все это дает Бог. Нельзя все разъяснять. Умному покажи немного, говорит, он догадается. А дурак укол на голове, а тиши, он ничего не поймет. Надо просто довериться Богу. Ну да, иными словами, полностью отрезать себя. Раз заповеди у тебя в голове есть, ты их помнишь, значит жить по ним, как бы и все. Все свои пожелания тела или души полностью отсекать и тут же в противовес ставить слово Божие. Именно понежить, как бы ни было трудно. Три ступенья. Три. Первое, отвергнись себя, то есть расстопчи себя, ты умер. О чем говорили впереди. Второе, возьми крест. То есть ты взглянул на Христа, на Голгофский крест. То есть страдания, поношения, клеветы от самых близких. Тебя будут топтать до патриарха все. Это твой крест. И третье, следуй за мною. А это уже водительство Духом Святым. Вот это все, три ступени. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. А люди начинают, я за Христом. Ты первые две ступеньки не прошел. Если у тебя не было страха, что ты будешь в аду, начни все сначала, как Игнатий Бричанинов говорит. Как Пимен Великий говорил, ум держи в ааде, в ааде. Я умру и где я буду. А то встречаются грешные, многогрешные. Ну и кому это надо? Одна тьма. А ты должен сказать, если ты пришел за Христом, подражайте мне, как я Христу. В послании в переписках Павел говорит дважды, чтобы подражали тем, которые видят образ в нас. А сегодня православных, их даже не приучишь к этому, чтобы сказал, подражают, встретился я с человеком. Я говорю, ты подражают, как я иду. Я рядом с тобой иду. Я обхожусь без этого, ты обойдешься. Ой-ой-ой, это гордость, это прелесть, это гордыня. То есть научили вот этими монашескими куколками играть. Щетко и ясно надо выразить. Меня Бог избрал, Он меня переобразил. Мы другие, Он называет нас святыми божьими, святыми, а не грешными. Да, я грешник. Павел говорит, был я, был, но не сегодня. Сегодня я желаю разрешиться умереть и быть со Христом. Не сказал, умру и пойду в ад. Нет, я ум уже держу на небе. Многие потерпели корабротешение в вере. Бойся этого, не отступись назад. А если кто-то поколеблется, не благоволит тому душа моя. Верен до конца будь, до смерти, и дам тебе венец жизни. Жизнь коротенькая. Как Терафим Саровский говорит, если бы вся комната была из одних червей, и все бы прогрызали тебя во всех направлениях. Ну всего там лет сто. Ну стоило претерпеть. Понял вас. Основные вопросы, как бы, да, я спросил. Косвенный вопрос. Как же вот это вот, да, что в стране творится, вот такое вот православие, как бы, у нас жизнь. Она, как у вас, я думаю, с вашим, именно, глубинным всем этим пониманием. Она, ну как бы, душа сболит же, да. Или уже, как бы, уже смотрите в это откровение, что так должно быть. И вот сколько, как говорится, бьетесь с этим православием, чтобы даже банальное крещение было нормально. Вы оповедовали, и все, как бы, не вплывали. Ну, толку, как говорится, мало, да. Но болит душа. Надо работать. Работать и говорить. О последствиях и о том, как примут, не примут, от нас не зависит. Это в руке Божьей. Бог недавно, чтобы, а что вы почувствуете, а обратятся, не обратятся. Иеремия говорит, Бог, будут они слушать, не будут, ты говори. Если ты не говорил, он погибнет, его кровь я взыщу с тебя. А если ты говорил, а он не принял, ты спас свою душу, а его кровь на его голове. Языки или 3.18. Да, да, я тебя сегодня смотрел, да. Вот, да. Ты все время радуйтесь. Всегда радуйтесь. Павел сидел в тюрьме, прикованных к темнице, как считают. И он писал, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Где-то 11-й раз послали к филипийцам. Надо жить радостно, интересно, бежать на поприще. Бежать, бежать, чтобы первому быть. На меньшее я не согласен. Понятно. Ну, то, что, короче, сейчас вот это вот творится, смотришь, просто надо уже принимать это как бы с пониманием. Ну, это неизбежно. В итоге, раз православие должно погибнуть, то, как бы, дьявол должен по столению победить его. Это все к тому, как бы, и идет, да? Да. Потому что, если Господь сказал, что вера Христова будет, но нигде не сказал, что православие сохранится до пришествия Христова. Нигде. И святые на это указывают. Поэтому не надо гордиться. Не гордись, говорит, но бойся. А они, другие, пали по неверии, а ты держишься верою. И не ты корень питаешь, но корень тебя. Поэтому, хочешь быть благословенный, вы слышали мои ролики? Два благословения по краям. Первое, никогда нигде не проклинать евреев, а благословляй. Третье, плати десятину. Второе, а посередке, шти отца, мать, это все посредине. Вот два, чем начинается бытие, и чем заканчивается Малахия. И это благословение приходит, что благодать на благодать. Мы приняли Христа. Он умер за нас. Мы очищены кровью Его. Кровь Христа очищает от всякого греха. 1 Иоанна 1,7. Понял вас. Рад бы вас увидеть вживую. Спасибо. На этом мы, да, заканчиваем. Мне интересно, сейчас скинул один, и говорю, я еще не понял, что. А он мою книгу получил, выписал, к истинному православию этому. А там, о табакокурении, о бродобритии, о крещении. И он отдельными брошюрками темы эти издает. И выставил, и я говорю, ты тогда раскрой. А священники нас сектантами назовут. Я говорю, это награда будет. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пронесут, как не угодно, сыну человеческому. Ну, считай пятую главу Евангелия от Матфея. Не надо на это смотреть. Он называет тебя, да хоть горшком называй, только в печень толкай. Только делов называет. Он ничего не знает. Не знает, и ты за него помолись. А может быть, он просто чужой человек. Залез туда в овчарню, душит овечек. Не хотят крестить. Они никакие. Поэтому мне еще тут судить. Я сказал, отошел. Мы должны работать. Так я просто удивляю. Насколько же они страх, получается, священники потеряли. Даже в своем храме. Ну, звоню, что человек взрослый хочет покреститься. Спрашиваю там на время, кто-то взял трубочку. Я говорю, так полного погружения нет уже у вас. Нет. Я говорю, ну, это ж неправильно. Кто трубочку взял? Ну, неправильно. Ну, у нас по-другому не крестят. Хотите креститесь, хотите нет. Я думаю, вот сами священники, ну, насколько же надо страх потерять, чтобы вот именно что они исполняют в запахе. Все, полностью. И поэтому нечего их слушать в данном вопросе. Ищи священника, который крестит правильно. Я, если не знаете, где я могу сказать, где? В Москве, на Перстеневке. Спасибо. Нет, я к тому же говорил. У меня в детстве я спрашивал у мамы, крестились полное погружение. У меня в детстве, да. Вот про других думаю. Вот получается как. Живут уже, как говорится, без страха Божия, как вы говорите, да, священники. На вас только обмечили, разве что в санне там ходят. В общем, все вопросы. Все, Инатель, спасибо. Все, Богу благодарю вас. Слава Богу. Вас храни Господь. До свидания. Спасибо. Вот так. У него вопросы, он теперь, видишь, мне пришлось несколько по-другому уже сказать. Выкинул, все. Так никогда не делал. И вот такая ошибка произошла. Писать надо, когда я стрима вытащу. А я там подписал его и не вытащил. Понимаешь? И тут стер все это по пыхах, потому что идти надо было на службу. Торопился. И давай искать где-то. А можно ли выборственные с корзины найти? Алексей Загуляев говорит, можно. Но только нужно процессор снимать и куда-то нести. И там еще хранится. Ну, это все пустое. Ну и ладно. Ну и ладно. Спасибо.